В деревню Никульское городского поселения Дмитров сегодня не так-то просто въехать. Для этого нужно преодолеть густые заросли борщевика и попрыгать по кочкам. Деревенскую дорогу сложно назвать дорогой. На ее отсыпку ушел не один десяток грузовиков, причем оплачивали все расходы сами жители деревни. Дорога с Никульского уходит в овраг, где протекает обмелевшая речка Скоргодайка. Это скорее тропинка, сколоченная из досок сельчанами. Она соединяет деревню с поселком Подосинки. По ней людям приходится зимой водить детей в детский сад и школу, ходить за продуктами. Овраг постепенно превращается в свалку бытовых отходов. Вот эта вот дорога, как мы видим, это за собственные деньги. Вот квартал, можно сказать, деревни скинул собственными деньгами, отсыпал крошкой, заказывал трактор. Да, у нас нет таких профессиональных строителей, которые могли бы сделать нормальную дорогу. Но у меня вопрос возникает, почему дорога общественного назначения не чистится, как положено, регулярно, не осваиваются деньги на то, чтобы она именно содержалась на ближайшем качестве. Дорога здесь важна по одной простой причине. Школы, общественный транспорт находится немножко в стороне. То есть здесь общественного транспорта нет. Дойти, довести детей до садика, до школы. И мы вынуждены самостоятельно прокладывать дороги, прокладывать тропинки через лес, чтобы все это обеспечить. Борщевик Сосновского пришел к нам из советского прошлого и с тех пор покорил почти все Подмосковье. Его семена одно время покупали даже совхозы для выращивания кормов. Но от этого ядовитого растения пришлось отказаться. Коровы травились, а молоко имело горьковатый вкус. Борщевик имеет свойство быстро завоевывать территории и без обработки гербицидами с ним бороться бесполезно. Удивительно, но местные власти объяснили жителям, что в бюджете на борьбу с борщевиком денег нет. И это при бюджете городского поселения Дмитров в миллиард рублей. За 4 года моего постоянного нахождения здесь я не видел ни одного случая ни травления химией, ни того, чтобы косили. Более того, в этом году вы заезжали, видели вот этот подъезд, который сошелся до того, что легковая машина задевает листья, ветки этого борщевика. С учетом того, что дети бегают, вы сами видели, сколько здесь уже детей, на самом деле становится страшно именно за то, что может произойти именно вот эти химические ожоги, которые страшны уже и по центральному телевидению, сколько говорили, и по местному телевидению уже даже, насколько я знаю, были сюжеты именно по области. Но никаких действий не предпринимается. Но самая большая проблема все-таки не ухабистые дороги, ядовитый борщевик и помойка в овраге, а газификация Никульского, вернее, ее отсутствие. Начало деревни газифицировано, а вот окраина, где постоянно проживают более 10 семей, не имеет голубого топлива. Люди попытались написать письмо в МОЗ «Облгаз». Ответ не заставил себя долго ждать. Газовики прислали техническое обоснование и назвали сумму технологического подключения к газовой трубе. 2 миллиона 42 тысячи рублей. Цифра смутила и возмутила сельчан. Сделали все вовремя, технические условия предоставили, все. Но вот очень интересная сумма. 2 миллиона 41 тысяча 978 рублей 72 копейки. Более 2 миллионов. Вы знаете, здесь и участок, и дома целиком стоят меньше. Люди вот только в этом квартале, назовем это так, вот именно вот две улицы, порядка 12 домов, постоянно проживающих или переезжающих в этом году. Ну, я считаю это издевательством над людьми. Предлагать за 2 миллиона подвезти, даже не подключить дом, а подвезти к дому. А дальше еще неизвестная сумма, как завести в дом и все подключить плиту, подключить котлы обогрева. Здесь же нет центрального отопления. Ладно, можно там плиты на баллонах, но отоплении приходится легкий расчет. Вот есть кто здесь топится на дизеле, за сезон уходит одна тонна. Теперь жители Никульского намерены обратиться к начальнику Кузяевского территориального отдела городского поселения Дмитров Елене Коршуновой и главе Дмитровского района Елене Трошенковой с требованием решить проблемы деревни. В первую очередь уничтожить заросли борщевика и отремонтировать дорогу. Ну, а с газом придется повременить. Таких средств сельчане еще не накопили. И в областную программу газификации они вряд ли попадут, потому что какой-то очень умный чиновник придумал условия газифицировать те деревни, где прописано не менее 100 жителей.